Мы живем плохо, потому что доходы приватизаторов большие. Доходы депутатов Единой России, как-то тут мне попалась табличка, 20-30 миллионов в год. Ну нормально, это не зарплата депутата, у них не миллионные зарплаты. У них там большие зарплаты, не спорю, там даже в каком-то смысле космические зарплаты. Но 20-30 миллионов доходов в год, это значит люди имеют... Представьте, человек типа Николай Гончара, которого я как-то все время вспоминаю, всю жизнь депутат. То есть он никогда не занимался бизнесом, он всю жизнь депутат. Откуда-то у него еще дополнительные доходы, кроме зарплаты. Он что, какое-то учреждение создал? Или он на бирже играл? Ну подождите, на депутат это нельзя вроде как. А может быть его родственники там что-то вложили, ему подарили потом. Ну какая замечательная судьба у этих людей. Я вот заметил, что есть определенные стандарты. Вот для человека типа такого вот замшелого депутата Государственной Думы, который там не один созыв уже, все очень плотно общается с ныне действующей властью, обслуживает ее, когда нужно говорить нужные слова, когда не нужно говорить, тогда молчит, как сказали ему, так и делают. Вот это доход 20-30 миллионов. Чиновник, мелкий чиновник, ну скажем там, глава управления внутренних дел, в каком угодно там регионе и так далее, там тоже есть своеобразный тариф. Вот доход должен быть, ну где-то 1300. 1300 вот должна, должен быть ежемесячный доход у человека такого уровня. Плюс еще собственность там, 3-4 квартиры, 3-4 автомобиля, это такой стандарт жизни для них. Вот мы живем в нищете именно потому, что у них возникли определенные стандарты. И для достижения этих стандартов они готовы на все. Ну и их тоже приучили к тому, что у тебя должен быть определенный стандарт, ты должен обложить данью, ты должен получать такие деньги. Причем все это надо легализовать. Там за пределами этого, вот этих легальных поступлений в твой карман, еще что-то есть, конечно, конечно, но ты там поосторожнее, тут никто не отвечает. А тут тебе легализуют. Вот маленький чиновник, а у него доход там 300 тысяч, вот такой доход. Ну не только зарплаты, таких зарплат нет. Вот такой доход он уже получает железно и определенный массив собственности тоже им владеет. А у депутатов вот такой массив. У членов правительства там уже, там на уровне Газпрома, там или там Роснефти, они получают уже там, как я говорю, ну такой стандарт, я думаю, что может быть тоже там где-то вот они установили, с определенного уровня миллион рублей в день. Миллион рублей в день. Ну поэтому нам так тяжело. Набиулина тут доложила Путину, что доверие к банковской системе растет, увеличиваются депозиты в банках, граждане тащат свои деньги, оказывается туда. При этом один за другим банки почему-то лопаются и лишаются лицензии, а их руководство то и дело сбегает вместе с деньгами вкладчиков. Вот чем и обеспечивается ложь Набиулиной. Она имеет доход, который увеличился в 2015 году по сравнению с предшествующим годом на 80%, с 12 миллионов до 21,9 миллиона рублей. Это легальный доход директора Центробанка, легальный доход, 20 с лишним миллионов рублей в год. Откуда бы такой доход? По абсолютным показателям председатель Центробанка уступает своему заместителю Сергею Швецову, который заработал 58 миллионов рублей. Он курирует Центробанк финансовые рынки, в том числе валютные. Работа, видимо, тяжелая и нервная, и поэтому, видимо, оплачивается официально так хорошо. Это подчеркиваю, это официальные только деньги. Я уверен, что есть неофициальные источники, так же, как у работников спецслужб с определенного уровня, конверт всегда, каждый месяц. И как у депутатов Единой России, сейчас не могу узнать, потому что, может быть, им легализовали все это дело. А раньше я знаю, были эти конверты, 100% от самих единороссов, я это знаю. Есть люди даже, которые готовы это подтвердить и перед телекамерой сказать, кто оттуда ушел. Кто не вписался в эту воровскую систему и отказался, мой хороший знакомый сказал, что я вам не шлюха, чтобы получать от вас деньги. А деньги были предложены в конверте. Я полагаю, что, наверное, осталось все это дело. Еще у Сергея Швецова имеется, помимо двух квартир в Москве, квартиры в Испании и дом в США. Нормально так работают в Центробанке люди. Это специально для тех, кто, это я цитирую просто одну из публикаций, журналиста не упоминаю, но, тем не менее, это остроумно написано. Специально для тех, кто интересуется обстоятельствами того, что в Центробанке очень любят отдалживать под смешной процент деньги американскому Минфину. Почему это происходит? У них там собственность. У самих работников Центробанка в США собственность, а американский Минфин получает от нас деньги. То есть мы покупаем государственные облигации Соединенных Штатов под смешные проценты, а своим предпринимателям даем под очень высокие. Неплохо выглядит доход другого заместителя Ольги Скоробогатовой. 53 миллиона рублей. Она отвечает за развитие платежной системы. То-то она у нас так развивается. У других членов совета директоров и заместителей председателя Центробанка доходы на этом фоне выглядят поскромнее, но тоже вполне достойные. 17,5 миллионов у Василия Познышева, 42 миллиона рублей у главного бухгалтера Андрея Кружалова. Вот Центробанк, который оплачивается у нас из госбюджета, но государству не подчиняются. Они как будто вот так же по схеме Федеральной резервной системы. Они не подчиняются. Глава вот только назначается, а вся работа Центробанка идет независимо от государственных органов. Отдельная у нас отдельная веть власти финансовая. Причем принадлежит она не государству, и мы на него действия никакого не имеем. За какие заслуги и достижения руководители Центробанка выписывают себе базнословные зарплаты с двухзначной индексацией, то есть в два раза по сравнению с предыдущим годом, на 80% почти два раза. Что в стране стабильная финансовая система, рубль надежный и прочно гарантирован от волатильности, как они это называют, и валютных провалов, а банки полномерно кредитуют промышленности и сельское хозяйство, получая прибыли не на валютных торгах. Или кредитные учреждения не лопаются с ужасной чистотой, оставляя вкладчиков без денег и опостушая рублевые резервы Агентства по страхованию вкладов. А это все из наших карманов, из бюджета государства, а бюджет состоит из того, что вкладываем в него мы. Все обстоит ровно наоборот. Выплаты только вкладчиков и лопнувших банков в 2015 году составляют десятки миллиардов рублей. И никто в Центробанке не понес ответственности ни морально, ни морально, ни материально за то, что допустили такой провал, хотя состояние дел в прогоревших банках контролировали не менее пяти центробанковских структурных подразделений. Они наоборот увеличивают себе зарплату. А видимо еще нелегальные доходы у этих падающих банков, это тоже такое известное в финансовом мире явление, когда падающий банк предупреждает об отзыве лицензии, и он начинает во все тяжкие, берет под любые проценты деньги, потом с этими деньгами просто исчезают, и те, кто дал под любые проценты, надеясь получить что-то, не получают вообще ничего. За благополучие во всех перечисленных сферах ответственны именно Центробанк в целом и персональные его руководители. У каждого провала в действительности, в деятельности главного регулятора есть конкретные имена и фамилии автора из числа руководства Центробанка. А откуда миллиарды у всех этих людей? Они же потом уходят с государственной службы, вдруг оказываются крупнейшими предпринимателями, куда-то там в советы директоров включают, а не консультанты, и получают даже еще больше, когда службы увольняются. Но это прямое свидетельство о коррупции. Тотальной коррупции, вот что такое государство Путина? Это государство коррупционеров. Не наше, не национальное, не русское, а государство коррупционеров. То есть абсолютно воровское. Откуда у них миллиарды? Вот сравним с тем, что в других странах у нас есть колоссальные природные ресурсы, которые вроде бы принадлежат всем. Это национальное достояние. Но у нас это принадлежит только избранным, кого назначил там Путин или группировка, стоящая за его плечами, которая реально манипулирует всем тем, что происходит в стране, в том числе и выборами, кстати. Вот в США на Аляске житель этой территории получает по одной тысяче долларов в месяц только из-за того, что в этом штате добывается золото. У нас есть что-нибудь подобное? Да, у нас некоторые сырьевые регионы такие дополнительные дотации получают. Но на самом деле продолжают жить в нищете в сравнении с теми, кто их продолжает грабить, вместе с остальными, с теми, кто живет в центральной России. На Аляске создан специальный нефтяной фонд, на счету которого 30 миллиардов долларов. Из этого фонда ежегодно населению штата выдаются дивиденды. В Арабских Эмиратах каждому новорожденному детство обеспечено суммой 150 тысяч долларов в отчислении от продажи от нефти. В Кувейте каждому новорожденному государство открывает банковский счет в размере 3 тысячи долларов, предоставляет гражданам беспроцентный кредит на сумму 220 тысяч долларов для строительства жилья. Кроме того, правительство выдает ежемесячное пособие в размере 170 долларов каждому несовершеннолетнему. И 300 долларов выплачивается каждой домохозяйке. Образование в этой стране полностью бесплатно. А у нас что? А у нас миллиардеры. Мы в этом соревнуемся со всем остальным миром. В Саудовской Аравии правительство перечисляет 10 тысяч долларов на счет каждого новорожденного. Безвозмездно передает 80 тысяч долларов на приобретение жилья. 13 тысяч долларов каждому выпускнику вуза. Медицинное образование в этой стране является бесплатным за счет нефтяных доходов. А у нас платные. Нефть есть, а все стало платным. В Туркменистане электричество, воду, газ и соль население получает бесплатно. К тому же бензин 95-й стоит 16 центов за литр. Ну там особая ситуация, про нее можно говорить отдельно. Но тем не менее, даже там, хоть каким-то образом пытаются поддержать население. Оно нищее, абсолютно в таких условиях находится, когда едва-едва люди выживают. Ну хоть что-то там есть бесплатное по этой причине. В Норвегии на счет каждого гражданина с самого рождения поступают немалые суммы от продажи нефти. В стране давно законодательно введено бесплатное образование, практически бесплатная медицина, высочайший уровень социального обеспечения с доплатами, премии, поощрениями. По любому случаю, профицит бюджета, учитывая средства нефтяного фонда, держится на уровне 10% ВВП. Россия самая богатая страна в мире, владеет 40% всех природных ресурсов планеты, которые оцениваются по разным данным в 350 триллионов долларов, по 2,5 миллиона долларов на каждого гражданина Российской Федерации. И мы оказываемся самыми нищими. Но при таком правительстве мы всегда будем нищими, когда они воры и тупицы. И это все рука об руку идет, как я сказал. Негодяйство и некомпетентность – это вещи взаимообусловленные. Мы, конечно, в русском движении кажемся сами себе маленькими, несчастными, никто нас не замечает, никто нас не финансирует, мало кто нас поддерживает, боятся все чего-то. Но все-таки это тот самый Давид, который завалит этого Голиафа, завалит эту олигархическую систему. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, только русские. Надо сплотиться. Надо вступить в Русский национальный фронт, надо прийти на наш митинг, который мы сегодня подали, в день, когда я делаю эту передачу. Подали заявку на митинг 25 сентября. Во второй половине дня пройдет митинг с нашей оценкой выборов. Скорее всего, мы подали заявку на площадь 1905 года, и где-то там, по-моему, с 4 до 6 будет митинг, где мы скажем все, что мы думаем об этих выборах, о их легитимности, о тех, кого выбрали, о введении избирательной кампании, о том, что такое центральные избирательные и все прочие комиссии, про то, как у нас украли нашу государственность в очередной раз, то есть в очередной раз совершили государственный переворот. Если вы видите все эти безобразия, которые происходят на выборах, вы должны прийти на этот митинг. Но нас не так много собирается, чтобы побояться, что будут там какие-то беспорядки, как это либерасты устраивали во время белоленточных шествий. У нас таких вещей не бывает. У нас всегда порядок. Всегда порядок, за что мы и боремся, за государственный порядок. Мы государственники, мы не анархисты, мы не шпана какая-нибудь криминальная. Мы собираем людей, которые все-таки ворочают мозгами и хотят представить позицию русского народа, отражать ее всевозможными способами, в том числе и на публичных акциях. Поэтому мы приглашаем, приходите. 25-го числа, в 16.00 вы уже должны на месте стоять. Будет проходить митинг. Это воскресенье, вы свободны. У вас есть возможность приехать на метро, выйти из метро и сразу вы оказываетесь на этой площади. Там стоит известный монумент событиям 1905 года. Вот, видимо, такие события для нас уже неизбежны, потому что эта власть не хочет уходить, она себя хочет воспроизводить. Но мы не призываем ни к насилию, ни к нарушению закона, ни к нарушению Конституции, с каким бы отвращением мы к ней не относились, поскольку это Ельцинская Конституция, и за нее проголосовало чуть больше 30% избирателей, поэтому она не была принята Россией. Тем не менее, нам кажется, что закон лучше, чем беззаконие, государственный порядок, даже если он несправедлив, он лучше, чем вообще полное отсутствие порядка. Но когда страной правят изменники, когда страной правит сплошное варье, других там просто не держат, мы, конечно, не должны успокаиваться, мы должны стремиться к тому, чтобы в России была установлена русская национальная власть, во всех аспектах русская. И в родовом отношении это должны быть люди, кровно связанные с русским народом, и менталитет этих людей должен быть русским, и эти люди должны быть известны как деятели русского движения. В противном случае это будут опять чиновники, которые перевернут все с ног на голову. Мы должны изменить порядок в стране кардинальнейшим образом, и не либеральным, и не коммунистическим способом. Русское национальное государство ничего общего не имеет ни с коммунизмом, ни с либерализмом. У нас есть свои собственные формы демократии, когда демо справят, у нас есть свои формы государственного управления, в том числе и монархические институты, которые доказали свою эффективность. У нас есть свои собственные принципы формирования армии или формирования гражданского общества. У нас есть все свое, и нам не надо ничего зачерпывать ни у либералов, ни у коммунистов, ни тем более у этих тупиц, которые сейчас находятся у власти и показывают свою полную неспособность и нежелание управлять государством. Государство им мешает. Поэтому все государственные институты, они просто дискредитируют, разрушают, систематически подменяют фанерными декорациями. Так как полностью разложился суд, системы суда, я считаю, не существует, и вообще правоохранительной системы, но нас еще не убивают на улицах. Вот за это большое спасибо. Может быть, мы еще продержимся до того момента, когда все эти негодяи покинут свои государственные посты, а на улицах нас все еще не будут убивать. Вот в Чечне наубивались, а здесь пока в Москве еще пока тихо. Может быть, мы все-таки сможем проскочить этот период, когда здесь не будет криминального такого бандитского кровопролития, а власти уже, кстати, к этому готовы. Они с удовольствием прольют нашу и вашу кровь, да, и кровь русских людей, опять они прольют, столкнув между собой снова русских. Как они это сделали на Донбассе? Ну, вроде бы нас пока не убивают. Ну, вот на Донбассе-то убивают. Хотите продолжения? Ну, тогда дальше терпите эту власть, тогда ходите на выборы, голосуйте за Единую Россию. Зачем голосовать за вот эти наемные партии мелкие, которые созданы такие, тоже Единая Россия, только мельче, подлее, там, ну, мельче, не то чтобы подлее, а вот мельче, такие вот поделки. И у них есть хозяева, зачем тогда голосовать за них? Вот хозяин есть Единая Россия, это тоже мелкие Единые России. Такие проекты тоже Единая Россия, но помельче и чуть-чуть другая. Другой вид, другие физиономии, и им чуть больше можно пробалтываться. Вот они на проболтали, все они являются проектами, проекциями Единой России. Русским людям нечего делать на этих выборах. В заключение хочу поблагодарить канал ОТВ за то, что на нем показан фильм «Солярис» без рекламы. Бывают такие фильмы, которые нельзя показывать с рекламой, вообще нельзя. Ну, другие тоже нельзя показывать, ну, есть всякие мешанина каких-нибудь боевиков, ужастиков, там, всякая потетень. Эти можно показывать хоть с рекламы, что бесы, и смотреть их не надо. А вот фильм «Солярис» нельзя смотреть. Если бы его показали с рекламой, я бы, наверное, отругался бы. Но вот посмотрел я без рекламы, уже много раз смотрел этот фильм. Он навевает какие-то чувства, какой-то, с одной стороны, неудовлетворенности, а с другой стороны, какие-то чистые чувства о ключевых вопросах нашей жизни. Давайте мы эти вопросы будем решать, стремиться к доброму и уничтожать всякое зло вокруг себя. Включая то зло, которое исходит от кремлевской группировки и вот этих нанятых хомячков, которые имитируют какую-то оппозиционность, что-то там заявляют про импичмент. Это все для нас абсолютно чужие люди. Мы должны идти русским путем. Этот путь ясен, открыт. Все вопросы на теоретическом уровне решены. Если кому-то кажется, что не решены, мы можем вступить в дискуссию, поговорить. Русский национальный фронт открыт для вступления в него как отдельных людей, как отдельных граждан, так и целых организаций. И Русский национальный фронт будет проводить 25 сентября, во второй половине дня, около метро 1905 года, митинг. Наша оценка состоявшихся выборов и дальнейший путь России, что мы предрекаем России мы, что мы чаем для России, и что выйдет, если будут продолжать править вот эти негодяи, в том числе и прошедшие вот это горнило выборов, где выборы состоялись на самом деле в Кремле, а не на избирательных участках. Слава России! Слава России!